У собаки не было шансов догнать машину, а водители не собирались останавливаться, чтобы облегчить ей задачу и проезжали мимо на большой скорости. Мама собака решила больше не пытать удачу и вернулась к коробке, в которой лежали ее малыши. За заботой о щеках собаки некогда было размышлять над произошедшим и думать о будущем, все ее мысли были заняты малышами. Картонная коробка, в которой жила семья, быстро приходила в негодность, но прохожие предпочитали того не замечать. Большинство просто шло дальше по своим делам, некоторые угощали собаку сосиской, купленной в магазине неподалеку. Нашелся и тот, кто заметил, что коробка долго не выдержит и построил для семьи дом. Домик был совсем хлипкий, но все же мог защитить от дождя. Человек положи на пол сена, потому семейству было довольно тепло и уютно. Елена и ее супруг взяли над малышами шефство. Каждый день они приходили покормить маму и ее щенков, а также пытались найти для них дом, постоянно рассказывая о малышах всем знакомым и выставляя посты в интернете. Щенков их стараниями обрели новый дом. Как только малышей стало меньше, кто-то подбросил к будке еще три щенков. Маша, так назвали маму-собаку, приняла их и стала заботиться так же, как заботилась о своих собственных. Благодаря соцсетям удалось найти новых хозяев всем малышам, а со временем появился новый дом и у Машки. Приспособиться к новой жизни Машки оказалось непростою. Собака скучала по малышам и никак не могла освоиться в новом доме. Казалось, сила и оптимизм покинули ее. Новые хозяева пытались объяснить собаке, что у нее началась новая жизнь и что они ее не обидят, рассказывали, что у ее малышей все хорошо. Машка внимательно слушал и заглядывала людям в глаза, словно пытаясь понять, говорят они ей правду или обманывают. После огромного количества таких разговоров собака наконец смогла поверить в искренность людей и оттаяла. Машка пришла в себя, вновь стала доброй и отзывчивой. Она всюду следует за своими хозяевами и всегда первой встречает гостей и ведь знает, что в этот дом приходят только хорошие люди.